Книга «Открытым оком», тема «Святая Библия», 24 том, вопрос 3570. Какую же можно было привести причину против перевода Библии на родной язык? Доводы должны были быть очень сильными, чтобы склонить на свою сторону даже царя и крупных чиновников, отвечает Игнатий Тихно-Челапкин. «Более всего боялись смуты, революции, если народу дать Библию. Отчего по дому погибнет весь царский род. И не только глупые были доводы против перевода Библии, но просто безумные. И значит, слушая этих безумцев, царь был нисколько не выше клеветников на Слово Божие. «Много ли царей было, кто ратовал за распространение Библии, за изучение ее всеми без исключения? И понимал бы, что только жизнь народа по Библии спасет его от расправы и черни». Необходимо отметить, что сам Александр I, несмотря на неоднократные петиции, решительно противился закрытию библейского общества, которое считал своим детищем. Номинально российское библейское общество присуществовало еще до 12 апреля 1826 года, когда оно было закрыто на основании наложенного на соответствующее совместное представление его президента и киевского митрополита Евгения Болховитинова, высочайшего рескрипта уже нового императора Николая Павловича. Свернутым оказались все переводческие программы общества. Причины отставки Голицына и закрытия русского библейского общества, российского библейского общества, подробно рассматрены в историческом исследовании А.Н. Пыпина. Инициатором действий по удалению Голицына с ведущих государственных и общественных должностей нужно признать графа А.А. Аркачеева из-за личных амбиций, стремившегося отдалить Голицына от государя. Как к русскому библейскому обществу, так и к русскому переводу он изначально был индифферентен. Другое отношение, однако, было у него с подручных. Если не поминать всех участников драмы с российским библейским обществом, среди которых были лица, действующие из числа конъюнктурных соображений, Откровенно патологические личности в деле закрытия общества и обращения русского перевода необходимо отметить особые заслуги адмирала А.С. Шишкова, занявшего кресло Голицына в Министерстве народного просвещения. Он стал главом, локомотивом и идеологом антирусской кампании, вдохновителем всех начинаний партии сторонников обратного хода. Выражение святителя Филарета Московского. После отставок Голицына русский перевод священного писания стал настоящим камнем преткновения и камнем соблазна. С начала новых настроений не замедлило последовать не менее солидарная обратная реакция и в отношении к переводу. На диаметральном противоположной поменяли свой взгляд и многие церковные иерархии. Как разительную можно констатировать смену позиций митрополита Серафимов, чья подпись стоит под предисловиями ко всем изданиям русского перевода. Его ближайшим соратником по выполнению планов закрытия российского библейского общества и прекращения русского перевода стал киевский митрополит Евгений Болховитинов в 1819 году в плане благожелательно отзывавшейся о переводе. В этом отношении более чем выразительным представляется следующее сравнение. За 10 лет с 1814 по 1824 год российское библейское общество осуществило 15 изданий полной славянской библии общим тиражом 118 тысяч экземпляров. Тираж отдельных изданий славянского Нового Завета составили 140 тысяч экземпляров. После закрытия российского библейского общества первое издание славянской библии последовало только в 1839 году. Следующее 1855 году. Подобные представления о исключительности славянского языка, утверждение его сакрального характера делали для Шишкова перевод библии на русский язык недопустимой профанацией священного писания, от которой, по его мнению, оставался один шаг до покушения на незыблемые устои государственного и общественного строя. В пафосе своего неприятия русского перевода и в борьбе за чистоту веры Шишков по существу договаривался и до прямого запрета на чтение Слова Божия. В напечатанной столько библии, чтобы каждый государственный человек мог ее иметь, так сказано в отчетах. Что же из этого последует? Так отвергался основной тезис библейских обществ в том, что Слово Божие для каждого верующего должно быть допустимо, доступно на понятном родном языке. В результате сочетания частных амбиций, страха, консерватизма и некоторых научных воззрений привело к официальному неприятию русского перевода священного писания в последние годы царства Александра I и на всем протяжении правления Николая I. Десять лет русского перевода Библии завершились периодом тридцатилетнего забведения его дел в официальных инстанциях. О переводе не принято было вспоминать публично. Кавычки открываются. На развал библейского движения и прекращение проекта русского перевода Библии. Готовый к распространению десятитысячный тираж восьмикнижия так и не увидел света. В конце 1825 года его экземпляры были сожжены на кирпичном заводе Александра Невской Лавры. Этим завершилась работа Российского библейского общества по переводу издания русской Библии. Неожиданное для себя назначение на пост министра Шишков похоже воспринял как призыв стать спасителем Отечества от заговора революционеров, неизменной частью которого для него была деятельность Российского библейского общества, воспринимаемым не иначе как подрыв православной веры и соответственно устою в государственном строе. Деятельность Российского библейского общества по русскому переводу и издания Священного Писания стала прямо представлять важнейшей частью протестантского заговора против православной церкви. Шишков подкреплял этот тезис тем, что таким образом уничтожался тот язык, на котором в церквах производится служба и читается Евангелие. Что вы не скажете в опровержении, вам представит доказательство список с какого-нибудь английского или немецкого или французского листка какого-нибудь писателя, который говорит, что самый надежный способ распространить реформацию есть раздача Библии. Шишков обращается к Аракчееву о продолжающихся и ныне покушениях и стараниях продолжать собрания библейских обществ и распространять не переводы, а так сказать перекладку священных писаний с высокого и важного языка на простонародное наречие. Два сильнейшие орудия революционных замыслов. Переводы священного писания с высокого языка, называемого славянским, на простой в общежитии, употребляемый, называемым русским, под предлогом лучшего разумения церковных книг, придуманы для уменьшения их важности и поколебания веры. Чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить отчетчество и произвести в нем междоусобные и бунты. Переводы священных писаний на простой наречие и распространение их в неимоверном количестве экземпляров есть также одно из средств, придуманных в библейских обществах по колебанию веры. Перевод священного писания непременно, согласно Шишкову, должен привести к переходу церковного богослужения на русский язык, о чем нельзя и подумать без ужаса. Тихомиров Б.А. Псалом 9.16 Обрушились народы в яму, которую выкопали, все эти, которые скрыли они, запутались нога их. Иеремия 13.16 Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а он обратит его в тень смерти и сделает тьмою. Стихотворение. Когда у нас беда над головой, то рады мы тому молиться. Кто вздумает за нас ступиться, но только с плеч беда долой. То избавителю от нас же часто худо. Все запускали его пенять. Если он у нас не виноват, так это чудо. Старик-крестьянин с батраком шел под вечер леском домой в деревню в Синокосу и повстречали вдруг медведя носом к носу. Крестьянин ахнуть не успел, как на него медведь насел. Подмял крестьянина, ворочает, ломает. И где бы его почать, лишь место выбирает. Конец приходит старику. Степанушка родной, не выдай милый. Из-под медведя он змолился батраку. Вот новый Геркулес, со всей собравшей силой, что только было в нем, отнес полчерепа медведю топором и брюхо проколол ему железной вилой. Медведь взревел и замертво упал. Медведь мой издыхает. Прошла беда. Крестьянин встал. И он же батрака ругает. Опешил бедный мой Степан. Помилуй, говорит, за что? За что, болван? Чего обрадовался сдуру? Знай, колет всю и испортил шкуру. Крылов, 1815 год.